Смешанные числа Число, состоящее из целой и дробной части, называют смешанным числом. Например, запишем частное чисел 11 и 3 в виде дроби. Мы знаем с вами, что знак деления можно заменить дробной чертой. Значит, запишем для начала частное в виде обыкновенной дроби. Результат деления можно записать и таким образом. Частное отделение чисел 11 и 3 – это неправильная дробь 11 третьих или это 3 целых 2 третьих. 11 третьих – неправильная дробь, а 3 целых 2 третьих – это смешанное число. Любую неправильную дробь можно записать в виде смешанного числа. Итак, научимся с вами записывать неправильную дробь в виде смешанного числа. Чтобы представить неправильную дробь в виде смешанного числа, нужно разделить с остатком числитель на знаменатель. В качестве целой части взять неполное частное. И остаток будет числителем, а делитель – знаменатель данной дроби. Например, запишем неправильную дробь в 31 девятое в виде смешанного числа. Выполним деление. 31 разделим на 9. В результате получим 3 – это у нас результат от деления, то есть неполное частное. 4 – это остаток. Записываем так. Целая часть – это неполное частное. Далее числитель – это остаток. И 9 – знаменатель. Мы его переписываем, либо, говорим, записываем – делитель. Рассмотрим такой пример. 38 пятых представим в виде смешанного числа. Итак, 38 делим на 5. Целое число у нас получается 7. Остаток – 3. Знаменатель переписали. Получили дробь 7,3. Следующий пример. 97 восьмых. 97 разделили на 8. Получили 12 целых. Неполное частное. 8 знаменатель мы переписали. Это делитель. 1 – это остаток. В результате получили неправильная дробь 97 восьмых равна смешанному числу 12 целых 1 восьмая. Еще один пример. 29 представим в виде смешанного числа. 20 делим на 9. Берем по 2. Получаем результат у нас частное. Это 2. Далее знаменатель переписываем. Остаток – 2. Чтобы записать смешанное число в виде неправильной дроби, нужно умножить его целую часть на знаменатель дробной части. Второе. К полученному произведению прибавить числитель дробной части. Третье. Записать полученную сумму числителем дроби, а знаменатель оставить без изменения. Например, запишем смешанное число 4,7 в виде неправильной дроби. Умножаем целое на знаменатель и прибавляем числитель. Знаменатель переписываем. 4 умноженное на 9 – 36. 36 плюс 7 будет 43. Знаменатель переписали. Значит, смешанное число 4,7. После преобразования в неправильную дробь мы запишем как 43,9. Выполните такое упражнение. Запишите неправильные дроби в виде смешанного числа, предварительно их сократив. Попробуйте это задание выполнить самостоятельно. Проверим, что у вас получилось. Итак, первая дробь – 21,14. 21 и 14 сокращаем на наибольший общий делитель числителя и знаменателя. Это 7. После сокращения мы получаем дробь 3,2. 3,2 дробь неправильная. Превращаем смешанное число. Получаем смешанное число 1,1. Далее. 105,45. Аналогично сокращаем на наибольший общий делитель. И числитель и знаменатель данной дроби делятся на 15. В результате получаем дробь 7,3. Выделяем целую часть. 7 делим на 3, берем по 2. В результате мы получаем результат от деления частного у нас равен 2. Знаменатель переписываем, остаток записываем в числитель. Получаем дробь 2,1. В следующем примере 56,32. Выполняем сокращение. И числитель и знаменатель делим на наибольший общий делитель данных чисел. Это 8. В результате получаем дробь 7,4. Выделяем целую часть. Получаем 1,3. Выполним еще одно упражнение. Запишем деление с остатком в виде равенства неправильной дроби и смешанного числа. 17 делим на 5, получаем 3, остаток 2. 98 делим на 9, получаем 10, остаток 8. Частное 51,4 равно 12, остаток 3. Теперь запишем результат деления в виде смешанного числа. Итак, 17 пятых это 3,2 пятых. Неполное частное. Мы записываем целой частью. Знаменатель переписываем. Остаток пишем в числителе. Следующий пример. 98 деленное на 9. Мы с вами разделили, получили результат неполное частное. Равен 10, остаток равен 8. Неполное частное. Записываем целой частью. Остаток записываем в числитель. Знаменатель переписываем. В следующем примере. 51,4. Неполное частное. Записываем целой частью. Остаток пишем в числитель. Знаменатель переписываем. Выполним такое упражнение. В результате деления числа у на 17 получилось 2,4. Попробуйте самостоятельно найти, чему равно значение у. Проверим, что у вас получилось. Итак, для начала мы запишем смешанное число в виде неправильной дроби. Для этого целую часть умножаем на знаменатель и прибавляем в числитель. Получаем 38,17. Далее, по условию у 17 равно 2,4. Значит, у 17 равно 38,17. Отсюда очевидно, что у равен 38. В следующем упражнении нужно найти неизвестное х. В результате деления числа х на 9 получилось 5,2. Найдите самостоятельно значение х. Проверим, что у вас получилось. Итак, мы записываем аналогично предыдущему примеру смешанное число в виде неправильной дроби. 5,2,9 равно 47,9. То есть целую часть умножаем на знаменатель и добавляем в числитель. 5 умножить на 9, 45. 45 плюс 2, 47,9. Знаменатель переписали. Далее, по условию задачи. Х на 9 равно 5,2. Или мы с вами преобразовали смешанное число в неправильную дробь. Значит, можем записать такое равенство. Х на 9 равно 47,9. Значит, х равен 47. Рассмотрим задачу. Заяц за 6 секунд пробегает расстояние, равное 107 метрам. Найдите скорость зайца и напишите ее в виде смешанного числа. Попробуйте решить данную задачу самостоятельно. Здесь вам нужно вспомнить формулу для нахождения скорости. Чтобы найти скорость, нам нужно пройденный путь разделить на время. Проверяем. Итак, как мы уже сказали, формула для вычисления скорости v равно s, деленное на t. Далее формулу подставляем. Вместо s мы записываем 107. Вместо t мы записываем 6. Запишем результат в виде смешанного числа. 107 делим на 6. У нас получается 17 целых. Остаток 5. Мы его записываем в числитель. И знаменатель переписываем. Значит, скорость зайца равна 17,5 метров в секунду. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами учились преобразовывать неправильную дробь, смешанное число и смешанное число в неправильную дробь. На этом, ребята, наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин